Всем привет, друзья! Вы на канале Культгеймс и сегодня мы с вами посмотрим игру Returnal. Она была портирована на ПК всего несколько недель назад, поэтому можно сказать, что игра свежак. Я ее уже прошел и что хочу вам сказать. Это, конечно же, адский хардкор. Игра очень сложная, рвущая пердаки, но в то же время затягивающая, очень интересная и с самым запутанным сюжетом, который я только видел в играх. Сделана она в жанре ружлайк-шутера третьего лица, а также психологических ужасов, разработанная финской студией Housemarque, изданная Sony Interactive Entertainment. Что такое ружлайк-шутер? Как его на сленге еще называют, рогалик. Это жанр компьютерных игр. Характерными особенностями классического ружлайк являются генерируемые случайным образом уровни, пошаговость и необратимость смерти персонажа. В случае его гибели игрок не может загрузить игру, должен начать ее заново. Именно так и происходит в Returnal. Игра поделена на 2 акта по 3 биома, типа уровня. И контрольная точка с сохранением наступает только после прохождения первого акта. То есть первые 3 уровня, если мы умираем, то начинаем игру фактически заново. Сохраниться и выйти из игры возможно, но вот если мы умираем, то здравствуй первый уровень, здравствуй отсутствие всех артефактов, игровой валюты, оружия и так дальше. А вот после контрольной точки в начале 4 уровня, или как они называются в этой игре биома, при прохождении 4, 5, 6 уровня, если мы умираем, то начинаем с начала 4 уровня. Чтобы ее пройти, нужны стальные крепкие нервы и очень много игровых часов. Но, как я уже сказал, я ее прошел, я даже записал прохождение, попытаюсь смонтировать это все дело и выложить следующим видеороликом. Так как уровни генерируются рандомно, у вас они, конечно же, будут отличаться, чем у меня. Мало того, они же генерируются каждый раз после смерти даже вашей рандомно. Но, посмотрев прохождение, вы сможете узнать какие-то советы, получите гайд, тактику. А также, кто не осилит пройти, сможет посмотреть окончание игры, может посмотреть сюжет и так дальше. Сама же игра вышла 30 апреля 2021 года эксклюзивом для игровой приставки PlayStation 5. Релиз порта на персональные компьютеры состоялся 15 февраля 2023 года. Что касается сюжета. Не подчинившись приказу, исследовательница корпорации Astra, Селена Васас пытается высадиться на планете Атропос, чтобы исследовать сигнал белой тени, который кажется ей знакомым. Прибыв на Атропос, корабль Селены получает серьезные повреждения, и она вынуждена совершить аварийную посадку. Не имея возможности связаться с Астра, Селена исследует планету и испытывает шок, когда натыкается на трупы самой себя. Она узнает, что каждый раз, когда она умирает, время как бы возвращается к моменту крушения, отправляя ее в исходную точку. Кроме того, планета, кажется, меняется с каждой петлей, и она также испытывает яркие, но случайные видения. Решив найти источник белой тени, Селена продолжает путь, сражаясь с враждебными инопланетными формами жизни, собирая инопланетные технологии, оставшиеся от развитой, но исчезнувшей инопланетной цивилизации, которая когда-то жила на Атропосе. Преследуя белую тень, Селена натыкается на то, что кажется копией дома ее детства. Каждый раз, входя в него, она вспоминает старые воспоминания и постоянно сталкивается с астронавтом в старинном скафандре. Селена вспоминает, что ее мать, Тея, всегда была слишком занята работой, чтобы проводить время селены, в результате чего Селена стала на нее обижаться. Ну, дальше я вам спойлерить не буду, посмотрите прохождение, либо же пройдете сами эту игру, узнаете, охренеть просто, насколько закрученный сюжет. Кстати, полный разбор сюжета по Returnal я делать лично не буду, это бы заняло просто какое-то гигантское количество времени, но посоветую вам один отличнейший видос на эту тему, это не реклама, реально парень постарался, рассказал о всех возможных версиях сюжета Returnal, дело в том, что там все очень неоднозначно. Ссылку на видос я оставлю в описании. Игра получила в основном положительные оценки прессы, усредненная оценка на сайтах Metacritic и OpenCritic составляет 86 баллов из 100. Игра получила награду The Game Award 2021 года как лучший экшен. Также в 2022 году британская академия Games Awards признала ее игрой года. Что касается моего мнения, то игра однозначно стоит вашего внимания. Если вы любите головоломки, экшен и слэшеры, если вам близка космическая тематика, либо же тематика путешествия во времени, также если вы человек терпеливый, либо ну просто задрот, то однозначно игра вам понравится. Что касается системных требований. Минимальные требования к ПК. Процессор Intel Core i5 шестого поколения. Четыре ядра по 2,7 ГГц. Либо же если AMD, то Ryzen 5 1500X. Четыре ядра по 3,5 ГГц. ОЗУ понадобится 16 ГБ. Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 на 6 Гиг. Также игра занимает 60 Гиг свободного места на жестком диске. Ну что ж, я думаю, самое время глянуть трейлер. Продолжение следует... Продолжение следует... Каждый October 2020 Третье путь... Сознанная, но всегда изменяющая. Эстра, я не один. Ну что ж, как мы видим, игра будет не только динамичной и хардкорной, но еще и очень красивой. Она ведь сделана на движке Unreal Engine 4, а он, как мы в последнее время уже убедились, помогает создавать очень красочные игры. Ну что ж, я пошел монтировать прохождение, ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки и увидимся с вами в обзорах и прохождениях других культовых игр. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok